ВКС губернатор начал с темы оплаты коммунальных услуг. Сегодня в Подмосковье такую поддержку предоставляет более 2,5 миллионам человек. Ежегодно в регионе появляется около 70 тысяч новых получателей. Льготы по оплате ЖКУ, закап, ремонт, отопление, вывоз мусора и прочие услуги в стопроцентном объеме предусмотрены для ветеранов Великой Отечественной войны. 50% для многодетных семей, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями здоровья. 30% для малообеспеченных семей. Поэтому выплаты приходили автоматически. Губернатор отдельно остановился на теме оплаты труда в разных отраслях. В Московской области с 1 января началась выплата на отбавки к зарплате школьным учителям и воспитателям детских садов в размере 5 тысяч рублей, нянечкам 2,5 тысяч. Губернатор сообщил, увеличение оплаты труда с 1 марта ожидает сотрудников мострансавта до 15%. До 5% – это повышение для всех водителей и до 10% – стимулирующие выплаты с учетом нагрузки особенностей маршрутной сети. Андрей Воробьев встретился с водителями и жителями Ленинского округа. Также с марта месяца планируется увеличение заработной платы сотрудникам колл-центра 112. В рамках повестки совещания обсуждались планы по строительству пешеходных переходов через ЖД-пути. Андрей Воробьев подчеркнул, за 5 лет снизилась численность несчастных случаев. Идет планомерное строительство надземных переходов. Уже построены МЦД-1, МЦД-2. В следующем году построят МЦД-3 и МЦД-4. Химки, Люберцы, Истра, Раменская и другие города включены в эту программу. Есть дальнейший запрос на строительство надземных переходов. Причем, я еще раз хотел обратить внимание, все они должны быть удобны. Удобны – это значит лифт, чтобы те, кто поднимаются с детьми, старшее поколение с колясками не испытывали каких-либо сложностей. Обсуждая актуальные вопросы сферы здравоохранения, губернатор отметил – уровень заболеваемости ковидом в Московской области снизился. Все, что касается льготных лекарств, особенно в сельской местности, а это касается 15 тысяч человек, мы должны своевременно выплачивать. Андрей Воробьев отметил, чтобы помощь была ближе к людям, прорабатывается возможность предоставлять льготные лекарственные препараты в ФАПах. Радует и погода, зима начинает отступать. Тема уборки снега и наледи актуальности не утратила. Знаю, что этим занимаетесь, но вместе с тем сделать акцент еще раз точно лишним не буду. Виктор Неволин, в свою очередь, отметил – в Раменском городском округе есть места, которые требуют наибольшего внимания. Руководители территории и территориальных управлений осуществляют контроль, личная ответственность несут, осуществляют контроль за наледи и сосульками, которые находятся в жилом фоне. Это не означает, что мы должны сидеть на крыше, но увидеть снизу, что там происходит, несложно. Посмотрите внимательно, подскажите управляющему компанию. Ответственность, которая наступает после того, как происходит несчастный случай, сразу же появляется. Вовремя неубранная территория мешает вывозу мусора с контейнерных площадок. Машина попросту из-за снежного навала не может подъехать и загрузить ТБО. Оператор нам здесь здорово помогает, и понимание с ним есть. Но это не означает, что мы ему не должны помогать. Оператору, в том числе с расчисткой подъезда, возможности вывоза мусора, чтобы препятствий никаких не было. Глава округа сделал акцент и на переполненных урнах на детских игровых площадках. «Переполненные урны на тротуаре и на пешеходных дорожках имеются такие обращения. Если следите, смотрите, есть автобусная остановка, которая находится на обслуживании у нас. На этих остановках тоже надо их очистить от мусора и грязи». Виктор Неволин дал поручение следить за остановочными павильонами и лавочками, которые на них расположены. Надо все объекты привести в надлежащий вид и поддерживать чистоту. Елена Цыганова, Сергей Григорьев, Игорь Чернышов для программы «Городские вести».